Здравствуйте, Анатолий Болеславович. Скажите, пожалуйста, каковы основные причины развития психических заболеваний на фоне кардиологических? Ну, прежде всего, самокардиология. Тяжелые кардиологические заболевания могут провоцировать психические расстройства. У нас называется нозогенит, то есть реакция на соматическую болезнь. Для кардиологических больных наиболее характерны такие психические расстройства, тревожные расстройства и депрессивные расстройства. Еще и шла речь. Это, так сказать, приоритет психических расстройств в кардиологии, скажем, других областях медицины. Другие расстройства, чаще, скажем, в онкологии это будет диссоциативное расстройство, расстройство сознания и так далее. Вот, так что вот такая причина. А можно ли сказать, что заболеваемость в группе кардиологических больных выше, чем в группах других терапевтических больных? Нет, нельзя. Просто они разные. Спасибо. Существует такое мнение у многих психиатров, что исключительное право на назначение психофармакотерапии принадлежит именно им. Нет. Считаете ли вы, что врачи других специальностей имеют право на назначение? Нет, вот сегодня, сегодня как раз для этого и симпозиум собирался. Понимаете, психиатры не могут все психические расстройства купировать, особенно, так сказать, не очень выраженные. Столько психиатров не наберет. Поэтому для этого и мы стараемся повысить уровень знаний кардиологов и других интернистов, чтобы они с легкими расстройствами сами справлялись. И я считаю, что как раз им надо дать право применять психотропные средства обязательно. Другого пути просто нет. Практически это и происходит, в общем-то. Грамотный кардиолог, он всегда, наверное, будет купировать расстройство сна и тревогу, и так далее. А считаете ли вы, что необходимы какие-то дополнительные курсы для врачей терапевтических специальностей? Безусловно. Безусловно, для этого существует, вот скажем, у нас кафедра психосоматики, которая специально проводит все курсы повышения квалификации кардиологов и других специалистов обязательно. Спасибо. И последний вопрос. Как вообще ваши впечатления от Конгресса в этом году? Ну, как всегда. У меня, так сказать, самое положительное представление о том, что происходит. Субтитры создавал DimaTorzok